приветствую друзья с вами edward волков на шестьдесят втором дню поста на соках то есть вот шестьдесят второй день заканчивается и я пью одни жидкости в основном молочко в основном сок помидоровый и и вмешаю его там разложу с водичкой в общем делаю такие разные вкусовые эксперименты себе тоже жизнь улучшая то есть смысл смысл моего мероприятия поста это как бы изначально это похудение и очищение кишечника то есть вот набрал я 101 килограмм и решил просто взять и потихонечку потихонечку без стресса без напряжения какого-то скинуть эти все килограммы и дойти до у такого удовольствием удобоваримого состояния как бы нормальности хорошо завязывать шнурки вот я каждый каждый день почти каждый день рассказываю о том как как проходит мой пост ну что я чувствую и о чем я думаю рассказки разные сказки рассказываю в основном все вокруг рассказываю все об одном и том же то есть как правильно очищать кишечник как он выглядит чистый как он выглядит грязный от чего мы болеем наезжаю нас современную медицину которая не совершит не совсем так сказать честно с людьми то есть это это уже как бы не зависит от самих людей потому что система образования их просто штампует как штампы и они просто не обращают внимание на очевидные вещи потому что есть система фармакологического которая штампует эти таблетки все новые новые придумывать их нужно продавать чтобы не окупались а с другой стороны есть такая простая вещь что мы много кушаем и нам со всех сторон предложение купи 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 эту пищу мы должны ее кушать 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 в конце концов кишечник загрязняется пища не проходит своевременно целый цикл свой и загнивает а потом происходит отравление это отравление сказывается на все на всем теле потом становится отравление становится хроническим загибаются органы начинается торможение психики психика тормозит начинается проявление такие крайние проявления лени когда человеку встать не хочется вот а в детстве он бегал как шальной и вдруг просто ему ничего не хочется в общем такая вот обо всем этом рассказу и три основных три основных постулата есть такое что нужно соблюдать гигиену кишечника питания соответственно гигиену дыхания то есть нужно дышать чаще но естественно лучше было бы заниматься кувыркаться каждый день чтобы легкие тренировать и соответственно вообще все мышцы по чуть-чуть то есть не нужно никаких супер усилий каких-то больших проявлять растяжки даже естественно достаточно но вот третья сторона тут которую называю которую называют там энергетикой психологией не называют нервами дата которая тоже очень важно и влияет на нас потому что это энергетическая составляющая каждый каждая эмоция она проявляется как волновая определенная частота волновая и мы ее также чувствуем просто мы нас никто не учил никогда в школе и в детстве о том что наши эмоции имеют своеобразным быт и мы их можем чувствовать желание можем чувствовать почувствуйте желание она очень тонкая почувствуйте эгоизм когда мы стоим как лев такой такой на своем почувствуйте его где она находится все во всем этом как бы есть определенная систематика и ее можно по-разному называть энергетиком ну вот а можно назвать магия то есть вот сегодня я хочу чуть-чуть добавить перца в наш в нашу обыденность и заменить понятие психология на слово магия в принципе это одно и то же то есть любое движение мысли человека любая эмоция проявляемая человеком является магией то есть большого секрета нет в том что магия как бы основа магия это желание то есть любой человек из имеющие желание в себе какие-то он чародей то есть он хочет что-то то есть он воображает себе как-то представляет особое внимание в этом магическом мире нашем нужно уделить на эгоизм который в общем то мало кому добра желает да то есть всегда эгоизм это противостояние с кем-то поэтому вот это называется черная магия то есть большинство людей в своей жизни это черная магия то есть если человек который никогда сознательно никому не желал добра или не молился за кого-то чтобы было что-то хорошо кому-то тогда но это обычный человек и его можно назвать черный маг той или иной степени он испытывает человек испытывает обиды чувство невдовлетворения с людьми с другими какие-то стычки и так или иначе он чарует он чародей он испытывает эмоции вот но так как у меня бабушка моя была знахаркой такой то есть она всю войну с четырьмя детьми маленькими провела как-то их там одна и вот она так зарабатывался на жизнь она начала гадать и лечить не знаю там она от многого лечила но у меня памяти осталось когда я спрятался в шкафу и наблюдал как очередная пациентка пришла у нее на руке такое большое красное пятно было называется рожа и вот бабушка там взяла какую-то тряпочку красную какой-то лен что ли подожгла это все и что-то бормотала там потом ну в общем целый ритуал происходил то есть я часто подсматривал за этим всем но и как бы видимо из-за этого мне передалось такое вот желание или стремление как бы со здоровьем разобраться со своим разбираться со своим здоровьем то есть она лечила и соответственно я задумался видимо с детства не а точно с детства о том что вот нужно каким-то образом себе лечить себя лечить когда пришло время молодости конечно этого вот ну и магия в чем здесь заключается магия магия по-разному разные люди как бы в зависимости от своих характеров они чаруют по-разному то есть существует такая вот черная магия да откровенная негатив то есть если человек наполнен негативом его жизнь как бы он видит где-то ком-то виноватых то он соответственно является черным магом потому что он излучает негативную энергию против кого-то то есть группу людей или конкретную личность ненавидит там то есть если есть ненависть это присутствует черная магия вот присутствует также крестьянская магия обычная да вот когда какие-то ритуалы чеки дети делают там что-то вот это нужно сжечь это нужно кто-то положить в общем выкинуть в окошко что-то бумажку написать на бумажке поджечь и выкинуть это обычная вот такая вот детская или как раньше называют крестьянская магия потому что еще существуют магии такие рафинированные то есть если мы посмотрим на на молитвы то есть религиозно то это в принципе тоже та же магия то есть желание удачи желание людям здоровья или духа святого или же то есть это определенный процесс как определенной цели это тоже магии поэтому придумали такое понятие как белая магия то есть магия которая вот несет добро должно нести добро существует целое так сказать секты кланы которые особо не разделяют особо упора на добро не делают и поэтому они совершенно открыто желают зла врагам своим то есть сознательная групповая черная магия такая жизнь есть не сознательные миллионы миллиарды магов есть группы сознательных так сказать магов но это все будем так говорить эмоциональная сторона вопроса есть еще магия над эмоционально то есть это здесь уже идет построение ментальных каких-то конструкций до образов визуал визе своих образов будущего там или чего-то такого что должно произойти то есть есть люди которые очень тонкие они живут своем ограниченном мире то есть эмоционально не особо напрягаясь и вот когда связи между людские у них так их от отпускают потому что любая связь человека с другим человеком вызывает воспоминания привязанности и она в принципе вот этим тонким вещам мешает очень то есть восприятие эмоции появляются вот а есть люди которые именно чара действуют в плане вот таком тонком ментальном живут в своем мире и зачастую им просто но немножко одинокие люди будем так вот но есть еще очень интересный момент который называют духом святым или ясностью вот вот магия этого духа святого ею как бы пользуются все современные религии потому что это как бы идеал поведенческого состояния человека внутренний его идеал то есть когда пластинка в один прекрасный момент пластинка которая в голове вертящаяся вдруг перестает играть человек оказывается в абсолютной тишине ума вот эту тишину ума когда он в уме уже ничего нет и он тогда ошарашенно осматривается по сторонам и видит сможет вот тут что это происходит очень ясно то есть он видит начинает видеть называют видящим почему потому что обычный человек смотрит внутрь себя всегда в свои мысли на 99,9 процентов а люди которые которым посчастливилось или попасть в это состояние потому что она не стабильно если человек живет нормально человеческой жизни это можно просто попасть если с помощью молитвы до вытешения или же с помощью встречи с другим человеком который имеет этот святой дух и если ты будешь искренним с ним тогда это тебе передается то есть все исчезают твои как бы мыслей и вообще весь твой внутренний мир становится ясным то есть там ничего нет ни одной мысли не учим вот ты вот но существует также техники когда человека специально можно вводить в это состояние очень хорошо на сеансах этих протестантских таким образом то есть показывают чудеса человека выбивают из привычной колеи из его такое устоявшегося состояния и он вдруг получает этот кайф и это называется там дух святой или встреча с богом и вот такое человеческое неподготовленное сознание она может на всю жизнь вот это восхищение нести с собой и а другие люди на этим могут манипулировать то есть направлять этого человека потому что вот он попал не подготовлены если бы он был подготовлены тогда он бы это воспринял как бы как большую радость и более внимательно к этому относился когда вводят людей неподготовленных то есть обычно эмоционально раздраяных то момент этот встречи с тишиной и покоя обычным тишиной и покоем будем так говорить нормально для них это шоковое переживание и которые если с определенной концепцией они потом вот бегают как свидетели и головы там по домам рассказывают несут слово божье то есть становятся рабами этой секты или же протестантской общины то есть цыгане то же самое также примерно делают и среди протестантов довольно большого количества есть цыган чего нет и какой их нет в не в православии не встречала я не в католицизме вот и даже все президенты если мы посмотрим американские они тоже в этой системе то есть они рейган пускают слезу при пасторе видно как его разрывает душевное чувство ну вот и это магия религиозно она ну вот тоже она более социально то есть она чем она хороша для человека что это действительно кайфное состояние чисто открытой души и ясности магия ты в этом состоянии подходишь к любому человеку с ним разговариваешь и вся то есть смотрите как происходит контакт людей подходит один человек ко второму и что то есть сразу незнакомому людьми сразу эгоизм такой проверочный как собачки обнюхиваются это можно как пинг-понг шарик кидается и вот пинг-понг этот кидаешь шарик этому человеку что-то говоришь тот отвечает и отбивает и вот начинается диалог между людьми как вот эта игра в пинг-понг а человек чистый открытый да он 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 прозрачный то есть у него эгоизма нет в этот момент в этот момент не всегда так и вот шарик этот хоп и пролетел человек свой эгоизм пускает а он не возвращается к нему и он становится открытый и безбронный то есть вот идеальный момент для исповеди исповедовайся сын мой то есть вот это вот это высшая магия она как бы все эти гипнозы которые там человека вводят там все это это все по сравнению с магией святого духа это ничто то есть вообще ничто самый сильный из возможных это вот и магия духа святого а дух святой это в принципе чистое сознание растительность вот эта пальма за спиной вот она живет она живая и он у нее есть сознание но у него нет эмоций она стоит статично годами десятилетиями покой полный и таким образом человек который получает возможность попасть в это растительное сознание которое называют чистым святым светлым духом светлый дух и святой дух не будем там слишком в религиозность подать ясность внутренняя это чистота внутренняя это отсутствие эмоций и внутреннего диалога эмоции это трансформатор разной частоты желание есть одна частота злость другая частота эгоизм третья частота и так далее но смысл смысл того что эти эмоции имеют обратную сторону и как раз у святого духа есть обратная сторона вот обычно очень легко знакомиться со святым духом как ни странно люди злые то есть которые не то что злые там постоянно до которые подвержены злости то есть волна такая которая не исходит она находится здесь внутри есть кто-то чувствовал это как злость подымается вот она именно здесь находится и если в этот момент человек этот злой встречает чистого человека и вот так как я рассказывал о пинг-понге да происходит такая вот эта самая то есть он свое выкидывает ее у него здесь образуется достаточно энергии злость достаточно энергетично чтобы отойдя она просто-напросто освободила полностью нашу душу от всякого всякого дерьма то есть от дерьмо это что-то нормальная вещь то есть я чуть-чуть преусердствовал потому что как бы изначально да есть хорошие есть плохое но в дальнейшем когда человек уже поймет этот взаимоотношения такие энергетические и поймет дух свой почувствует его тогда вот это понятие добра и зла совершенно как бы отходит на второй план третий план он добро и зло это для детского сада так на правда потому что человек хороший или тот который уже имел он уже никогда не не будет животным то есть естественно нет никаких стабильных состояний то есть чтобы знали чтобы сразу что вот что вошел и остался нет такого не бывает человек обратно у него есть своя матрица здесь свое код который с детства эмоцион эмоциями закодирован реакциями закодирован в общем пониманием закодированный человек есть такой как есть и единственное что не мешает просто-напросто вот этот святой дух познать это то что он постоянно раздаянный общение то есть почему закрываются люди в монастырях чтобы тишину почувствовать это чтобы от от отошло все это да действительно да таким способом мощь им есть возможность чтобы проявиться потихонечку все это сошло и в один прекрасный момент под влиянием учителя наверняка обязательно чтобы этот момент щелчок произошел человек входит и сам чувствует вот эту благость но существуют и другие практики также как джен этот китайский который там учитель по голове палкой ударил в определенный момент когда человек разбаловался сильно и о спасибо дорогой как ты мне хорошо сделал спасибо мне что ты меня ударил вот во время и в определенный момент то есть вся религия и все религии они заточены на то чтобы именно достичь вот этого духа святого ясности сознания и вот это самая большая магия и самое большое счастье человека видимо который становится свободным и и как бы общение с людьми с любыми причем ними не не представляет вообще никакого никакой проблемы то есть вот как то я благодарю там своих друзей владивостокских за такой вот мне подарок потом первый раз когда я так почувствовала вот но они совершенно не святые в классическом смысле этого слова но мне пришлось поделать пожертвовать своей гордыней и в этот момент когда я действительно первый раз жизни виртуально встал на колени так почувствовал уважение к человеку в этот момент просто пум меня вынесла я потом несколько раз самостоятельно там выходить вот но еще эта магия очень чувствуется те кто понимает о чем я говорю да очень хорошо чувствуется года два назад или три был в бадгая это в индии штат бихар и там как раз далай-лама приезжал в этот момент так случайно то есть мы совершенно не просто туристические путешествую и там неделю мои две или три не помню сколько нам были и вот там собралось очень большое количество вам этих буддийских и они постоянно себе там пели свои песенки в общем собралась а если не знаете бодгая это как бы как бы столица всего буддизма то есть там в этом в этом городке собраны все храмы со всех буддийских вот япония китай корея все 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 там огромное количество и и вот они все съезжаются в определенный момент все не все так ну в общем какой-то праздник был не помню что и на второй день по приезду туда я просто почувствовал и пиду вечерком возвращаюсь в отель и и вдруг чувствую что что-то такое я начал лететь то есть ясность просто вообще от абсолютно отсутствие страха какой-то или напряжение вообще все просто идут по улице так пальмочки вот как это и только такой фонарики висят так и вечерком и так и спокойно и туснули боже и я вот целую неделю пока я там находился я находился вот этом состоянии блаженство просто это представьте себе огромное количество там карма потом далай лама сидит и вот эти сотни и тысячи этих лам сидят и вот это читают молитву только вот этого чтобы это святой дух чистый дух присутствовал и держал их вот эту империю они держат эту империю святого духа вот этого это у них там своя тема да здесь у нас батюшки поют и читают тоже по-своему держит но вот это почувствуете как можно почувствовать момент вот этой магии вот этой молитвы это каждый индивидуально может почувствовать встречи с каким-то человеком а если ты просто-напросто приезжаешь туда где наибольшее скопление этих всех людей которые день и ночь только и стремятся к тому чтобы просто получить просветление и стремление это искренне потому что у них больше других стремлений нет вот тогда получается очень магические магическое магическое состояние то есть это вот вот на этом вся магия лежит одни желание своей занимаются чтобы исполнение своих желаний а некоторые для того чтобы свое самочувствие поднять до на небеса то есть вот это такая магия но те которые поднимаются они имеют гораздо больше преимуществ в общении и вообще с окружением таком состоянии это самые большие маги насколько я могу понимать если бы у них еще многих которых людей которые я встречал если бы у них еще была определенная концепция физического здоровья это тогда бы им цены не было они бы жили тысячи лет но к сожалению многие просто-напросто настолько упоминтовленные нацелены на дух что просто на тело не обращают абсолютно внимание вот вот такая вот магия то есть маленькая магия черная магия желание страстей недовольство мы недовольны супругом недовольны супругой и возникает вот это напряжение вот это злость но есть еще обычно просто гавканье да это уже животный мир люди опускаются до того что они начинают гавкать друг на друга то есть свое то то есть животное стадо кто на кого насядет и обычно в большинстве случаев в 80 процентах женщины после 20-30 лет жизни семейной просто берут вверх и уже мужчины сдаются после этих сам большинство но не все но есть еще и определенная мудрость появляется которая не дает людям собачиться и жить жить в мире животных хотя бы магия хотя бы черная но может быть кому-то повезет и кто-то дух святой почувствовать это очень помогает я буду с вами прощаться до завтра 62 день заканчивается у меня сегодня до следующей встречи завтра